Московский театр у Никитских ворот собрал трупы после летних каникул, ознаменовав тем самым начало очередного 41 сезона. Руководитель театра Марк Розовский рассказал о готовящихся премьерах и представил новых актеров, выпускников вузов. Обо всем подробнее расскажет Наталья Кравченко. Живый Путин не помрём, по пляшу не споём. Илья Собакин вошел в новую жизнь налегке. Перед своим первым выходом на сцену театра у Никитских ворот он почтительно снял обувь из уважения к храму искусства. А это такая очень хорошая традиция. Это наша традиция диковская, но я её сегодня не выполняла. А у неё сменка потому что? Да. Если в сменке можно выходить, а если ты в уличной обуви, то лучше снять. Но это чтобы не топтать, так сказать. Тем более первый раз в жизни мы с Аллой выходим на сцену, это очень волнительно и хочется запомнить этот момент. Илья и его подруга Алла Азимова идут по творческой жизни рука об руку. Друзья окончили в этом году в ГИК, мастерскую Владимира Фокина. И театр выбирали по душе и по сердцу. Наш мастер, когда набирал курс, он набирал по одной группе крови. И мы как-то придерживаемся этого правила и выбираем места и людей. У нас есть чуйка на группу крови. Да, слава богу. Театр у Никитских ворот пошел пятый десяток. Это зрелый театр, но с озорством и юмором, как и сам его вдохновитель и патриарх Марк Разовский. Наш театр разноформный, разнообразный, разностильный, разноязыкий. Актеры в нашем театре имеют возможность самого разнообразного изъявления в самых разных формах. И мюзикл, и психологическая драма, и экспериментальные работы. Для Разовского театральное искусство – это одно из средств утверждения русской, в широком смысле слова, культуры и борьбы против мещанства и пустоты души. В подтверждение своего девиза Разовский выпустит в новом сезоне музыкальный спектакль по рассказу Михаила Зощенко «Свадьба». Тема, между прочим, достаточно актуальна. Это тема такого оглупления, озверения, одичания, если хотите. Это тема мещанства, пустотного существования. Что такое мещанин? Это обыватель, который живет вот этой пустотой. В этом театре служат не только актеры. Здесь есть еще и конь. Каждый год он переходит к одному из членов труппы за его работу во славу театрального искусства. На протяжении 20 лет премию «Выбор Семена» вручал сын Марка Григорьевича Семен. Но парень вырос, кстати, за кулисами. В этом году вручали впервые премию «Выбор сезона». Весь год статуэтка лошади будет украшать дом Василия Рахманина. Он служит в театре с прошлого года. Это нечто большее, чем просто круг по интересам. Это люди, которые вместе работают, вместе отдыхают, которые поддерживают друг друга. Потому что, естественно, и время нестабильное, и разные ситуации происходят в жизни. И когда ты приходишь на свою любимую работу и знаешь, что здесь есть люди, которые подставят тебе плечо, это очень подкупает и хочется отдать им то же самое и как можно больше. Новый сезон актеры театра откроют гастролями. Впереди поездка в Ростов-на-Дону. А потом будут премьеры «Свадьба Зощенко» и «Дон Кихот» по пьесе Бургакова.